Масленица. Именно она послужила поводом собрать детей в музыкальном зале дворца. Перед гостями был разыгран целый спектакль со множеством героев, инсценирующие, как провожали зиму на Руси и готовились к встрече красавицы весны. Маленьким гостям рассказали, как наши предки отмечали семь масленичных дней. Дети узнали, кто такие ряженые. После веселой и озорной сказки, показанной актерами, мало кто смог усидеть на месте. Ребята участвовали в русских забавах и даже бились подушками. Самым лучшим полагался сладкий приз. Без приподнятого настроения не остался никто. Сегодня я узнала, как провожали масленицу в древние времена, и какие были обычаи во времена Руси. И мне очень понравилось это. Мы хотим познакомить наших детей с русскими обрядовыми праздниками, с русской народной культурой, чтобы они были в этом плане подкованными и просвещенными, и умели ценить и сохранять истоки, корни нашей культуры. В гостей на празднике развлекали маленькие актеры. Это детский фольклорный ансамбль «Бирюльки», недавно созданный на базе путевого дворца. Юные таланты работу вместо отдыха в празднике считают даже полезной. Я раньше не могла петь, сейчас у меня есть музыкальный слух, и голос как-то проявлено. А у меня слова хорошо запоминаю, и песни сама запоминаю. У меня очень хороший голос, прошло, что у меня голимпанок, поэтому как бы и взяла. Организаторы праздника и ансамбль «Бирюльки» планируют и дальше радовать своими веселыми мероприятиями всех желающих.